стоит ли мне изучать второе или яснознание. И то, и другое стоит изучать. Я вообще считаю, что если вас эта тема интересует, то есть смысл в нее и погружаться, и интересоваться, и так далее. Вот мое мнение такое. Главное, старайтесь максимально по-честному вести себя с людьми и не обманывать их. То есть старайтесь быть гуманными и такими теплыми по отношению к людям. Потому что часто бывает так. Погадали, у тебя порча, я тебе сделаю обряд, заплати мне деньги. И так далее. Вот таким не нужно заниматься. А вообще я вам хочу сказать. Дело в том, что сейчас огромное количество людей, наверное, миллионы людей знакомы с тем, что называется карты Таро. И есть же много карт Таро. Есть много людей, которые платно и бесплатно и предсказывают, и предугадывают, и гадают, и так далее. Так вот, у этих людей есть сумасшедшая между собой конкуренция. Они мега конкурируют между собой. Их конкуренция настолько мощная, что когда вы выйдете и захотите кому-либо продавать свои услуги, вам будет чрезвычайно сложно. Так вот, может быть, не начинать с того, чтобы заниматься Таро, а нужно начинать с того, как продавать свою услугу. Это гораздо важнее. Так вот, научиться продавать услугу, вот с этого нужно начинать. А когда научитесь продавать услугу, там, как работать в Ютубе, или как продавать услугу в интернете, или как вести трансляции, или каким образом выступать, как там, что для этого необходимо. Вот когда вы это сделаете и начнете себя в этом популяризировать, вот тогда можно и Таро заниматься, и чем угодно. Ведь в итоге вам прежде всего необходимо не Таро, а прежде всего необходимо, наверное, знание того, как на этом зарабатывать. Ну и сразу же хочу сказать, что в случае, если вам необходимо Таро для себя, ну, конечно, тогда Таро для себя можете смело обучаться.